Война или наведение порядка власти региона? Это активирует стройкомпании к комплексной застройке. На одном гектаре будет возводиться не более 15 тысяч квадратных метров. Новые правила игры пропишут в Ассоциации застройщиков. О том, повлияет ли это на ценники, в репортаже Алины Акчуриной. Свежий воздух, чистая вода. В регионе хотят избавиться от своей самой вредной свалки. Обломков завода Уфа-Химпром. Как и 30 лет назад, фенол вновь может отравить жизнь уфимцам. Цена спасения 25 миллиардов рублей. Где найдут деньги? Причем здесь корпорация Росатом. Все подробности у Булата Петрова. Детский кэшбэк. Родители получат небывалую доселе скидку за отдых ребенка в детском лагере. 50% компенсирует федеральный бюджет. Еще 30% республика. Смена в лагере обойдется таким образом в 5 тысяч рублей. Готовы ли в районах к первой смене и как принять участие, расскажет Гузель Айбаева. Президент за чипирование. Законопроект об учете домашних животных поддержал Владимир Путин. На этом настаивал башкирский парламент. Регион пытается избежать увеличения количества бездомных собак и кошек. Сейчас их 150 тысяч. Накажут ли рублем нерадивых хозяев? Подробнее в программе «Главное за неделю». Итак, начнем выпуск с темы строительства. Власти Башкортостана намерены навести порядок в этой сфере и исключить возможность для точечной застройки в столице республики. Об этом на неделе шла речь на выездном заседании Ассоциации застройщиков, в котором принял участие и премьер-министр Андрей Назаров. Вместе с экспертами власти находят оптимальный критерий для возведения многоэтажек. Так, на одном гектаре теперь не будут строить больше 15 тысяч квадратных метров жилья. Ну и кроме того, застройщиков обяжут принимать участие в создании на территории новых кварталов социальных объектов. Это школ, детских садов и больниц. Эксперты расходятся во мнении. Одни считают, что многочисленные скандалы вокруг отзывов решения на строительство вызовет ценовой бум. Другие полагают, что рост стоимости жилья чисто спекулятивная история. Репортаж Алины Акчуриной. С этого момента начался, если не передел, то наведение порядка на строительном рынке. Ситуация в котором некоторые эксперты называли не иначе, как бардак. В сентябре прошлого года глава региона Ради Хабиров потребовал прекратить строительство 34-этажного дома на улице Шатару Ставелли. Ее умудрились возводить между девятиэтажками, где и так было тесно. Администрация столицы, которая раньше не видела причин для отказа, на этот раз дала обратный ход. Это наталкивается на очень серьезное противодействие жителей. Я в рамках моих компетенций, которые, как вы понимаете, не столь высоки, потому что это не мои полномочия, пытаюсь это остановить. По мнению властей, застройщики привыкли к упрощенной выдаче разрешений на строительство. В итоге получалось, что договаривались об одном, а по факту компании попросту забывали о своих обязательствах. Например, по комплексной застройке и создании социальных объектов. Застройщики, лишившиеся ранее выданных разрешений, с такой постановкой вопроса не согласны. Теперь им приходится возвращать деньги людям заранее проданные, но так и не построенные квартиры. Сегодня, к сожалению, этот процесс уже развивается, надо это признать. И там появились убытки, которые понесли. В одно дело объединяется убытки, которые понесли дольщики, которые брали ипотеку. И вынуждены были платить. Некоторые по 6-7 месяцев платили эту ипотеку. Я понимаю, что суммы были ощутимые, наверное, в размере 35-50 тысяч рублей. Значит, это консолидированный иск, который появился совместно. И плюс недополученная прибыль, которую мы посчитали. Но это был предмет диалога. Мы надеялись, что это будет предмет диалога с властью. В судебные разбирательства переросла и история застройки площадки рядом с парком Гуфури в Уфе. Там планировалось возвести три дома до 23 этажей. Однако сначала против выступили местные жители, опасаясь массовой вырубки деревьев. А позже дала о себе знать и городская мэрия, отказав в разрешении. Мы считаем, что действия нашей компании являются законными. И мы будем отстаивать свои интересы в рамках текущего законодательства Российской Федерации. Мнения экспертов на этот счет разделились. Одни говорят, что конфликт властей и застройщиков отразится на ценниках на жилье. Предложение не поспевает за спросом. И жесткое ограничение строительства может усугубить эту ситуацию. Другие считают, что дефицит создан лишь искусственно. И опасаться роста цен не стоит. Доходы населения не растут, покупательская способность не растет. Единственный инструмент, который поддерживает количество сделок на рынке, это ипотека. В ней тоже происходят изменения. И, соответственно, паниковать, что цены вырастут, не нужно. Несмотря на расхожие прогнозы экспертов, власти республики намерены сделать все возможное, чтобы не допустить резкого скачка цен. Однако сделать это можно только в диалоге с застройщиками. Для этого было подписано трехстороннее соглашение между региональными властями, администрацией УФИ и Ассоциацией застройщиков республики. Подписывается соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства в республике Башкортостан. Ассоциация, в которую вошли 15 крупнейших застройщиков республики, создана для конструктивного диалога с властями республики. На сегодняшний день на площадке обсуждается два основные вопроса. Обязательства компаний по строительству соцобъектов и ограничение плотности застройки. На территории жилищных комплексов в будущем планируется в обязательном порядке устанавливать детскую площадку, парковку, прогулочную зону, а также школу и детский сад. Оптимальная плотность застройки, по мнению строителей, составляет 15 тысяч квадратных метров, которые позволят возводить дома не выше 11 этажей. У нас есть понимание средних норм, которые позволят комфортно людям жить и находиться при такой застройке. Застройщики сейчас предлагают для того, чтобы сильно не делать плотную застройку. Ну а мы со своей стороны тоже заинтересованы, чтобы люди жили в комфортных условиях и оставалось еще пространство для детских площадок, для общественного пространства. Мы создали вот эту площадку, ассоциацию, для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Для этого необходимы решения. Где-то волевые решения, где-то консолидированные, но они нужны. Их нужно обсуждать не только со строителями, в первую очередь, конечно, с архитекторами, потому что мы лишь исполнители, успех проекта находится в руках архитектора. На последнем заседании было предложено решать вопрос нехватки земли для застройки по примеру московской программы реновации. С ее помощью за прошлый год снесли 50 ветхих домов и 10 тысяч человек заселились в новые квартиры. Уфе также может стать меньше старых домов и больше новых современных жилых комплексов. У нас на сегодняшний день в городе Уфа существует глобальный дефицит земельных участков под застройку. Существующее строительство ведется уже на территории бывших производственных площадей, но и они тоже закончены. Значительный рост цен на стройматериалы, инженерные сети и на землю новые правила и обязательства могут привести не только к значительному росту цен на жилье, но и строительству так называемых муравейников. Застройщики считают, что проект каждого жилищного комплекса требует индивидуального подхода. Надо учитывать реальные сложности и реальную себестоимость. Если поставить всем один критерий, то это приведет к глобальному упрощению и люди, которые строят примитивные дома, будут как бы в прибыли. Кроме того, в регионе по-прежнему растет количество обманутых дольщиков. Сейчас их более 7 тысяч. До конца 2023 года власти планируют полностью компенсировать ущерб пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Решить эту проблему планировали за счет проектного финансирования. Сейчас на эскроу-счетах около 15 миллиардов рублей. При этом только половина жилья сегодня строится с помощью эскроу-счетов. Крупные застройщики еще имеют запас объектов, которые строятся по старым правилам, но не по старым ценам. Федеральные эксперты отмечают, что без господдержки сохранить стоимость жилья на доступном уровне почти невозможно. Предусматривается субсидирование ставок по проектному финансированию в части создания инженерной инфраструктуры. Также с окреплением обязательств по обеспечению объектами инженерных систем, как монополистов, ресурсов-набжающих организаций, сетевых организаций. Ну и самое главное, что здесь прописана норма о том, что они же будут экономно потом эксплуатироваться. У региональных властей в планах к 2030 году строить ежегодно 4 миллиона квадратных метров жилья. И в случае, если власти и застройщики смогут найти общий вектор развития, на рынке республики появится качественное жилье, как доступное и привлекательное для покупателя, так и рентабельное для застройщика. Алина Акчурина, Сергей Щекотуров, РБК УФА. Продолжая тему строительства, правда теперь о дорожном, в УФЕ движение по путепроводу в створе Закив-Леде откроют 15 августа. Ранее был установлен срок до 1 сентября, однако власти региона настояли на ускорении стройки. Об этом стало известно на неделе в рамках рабочего выезда на объект премьер-министра правительства Андрея Назарова. На сегодняшний день работы по строительству объекта окончены на 70%. За 4,5 месяца полностью демонтирован старый путепровод. На его месте заканчиваются работы по монтажу балок нового. Это необходимо, чтобы расширить путепровод с 4 до 6 полос и проспект Салавата Юлаева на выезде из Уфы на одну полосу. Вот на сегодняшний день строители укладываются во вновь назначенные сроки завершения работы, говорят в правительстве. 15 августа – это как раз тот важный срок, когда две недели остаются до учебного сезона. И, в общем-то, уже родители начинают готовить детей в школу, в магазины. Ну, в общем, такая, скажем, активность увеличивается после каникул, отпусков. И хорошо, что здесь уже, в общем-то, этой проблемы не будет. Ну и кроме того, обустроить съезды развязки планируется до конца августа 2022 года. Напомню, реконструкцию на Южном выезде начали еще 8 января. На эти цели из бюджета республики выделено порядка 900 миллионов рублей. Власти Башкортостана планируют ужесточить контроль за деятельностью недропользователей. Для этого в республике создадут специальную межведомственную комиссию. С таким предложением выступил глава региона Ради Хабиров. В состав комиссии войдет руководство городов и небольших населенных пунктов, где ведется добыча полезных ископаемых, а также представителей надзорных органов. Предполагается, что она будет работать на регулярной основе, решать возникающие острые проблемы в сфере экологии. Но основная задача комиссии – вести контроль за рекультивацией земель. Мы договорились, что будет комиссия, которая будет обеспечивать взаимодействие по всем вопросам. Помощь нужна недропользователям, будем помогать. Но в то же время будем четко смотреть, чтобы они не выходили за пределы лицензии, они выполняли все необходимые этапы экологические, они осуществляли рекультивацию, а после себя они оставляли разбомленные поля там и так далее. По словам главы региона, варварское отношение к экологии проявляют преимущественно малые и средние компании. Одним из нарушителей стала золото добывающая компания «Тоналык», которая уничтожила плодородный слой земли на площади в 48 гектаров. Аналогичные нарушения выявлены в работе компании «Альтинвест» у Чилинского района. Но и кроме того, власти региона предложили недропользователям объединиться в ассоциацию для ведения конструктивного диалога. Продолжение следует... Ну и также у юрлиц появится возможность продлить сроки возврата задолженности и договориться о дисконте долга у кредиторов и предприятия в суде. Во многих странах банкротство воспринимается как путь к оздоровлению предприятия, крупные корпорации даже. Мы с вами видели такие примеры, проходили через банкротство. У нас, к сожалению, больше такой негативный оттенок несет слово «банкрот», «банкротство». Думаю, что мы должны изменить отношение и подход к банкротству, чтобы больше предприятий, если попали в такую ситуацию, могли оздоровиться и возобновить свою деятельность. Согласно инициативе, также поменяется порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему. Ее размер будет зависеть от результативности их действий. Также введут единую площадку торгов, куда будут выставлять активы предприятия. Это позволит сэкономить время и повысить прозрачность процедуры реализации имущества банкрота. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Выручка башкирской содовой компании в первом квартале этого года выросла до 13,5 млрд рублей. Это на 1,360 млрд больше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы в квартальном отчете предприятия. Но при этом чистая прибыль сократилась на 10% до 3,5 млрд рублей за счет снижения дохода от участия в других организациях. Валовая прибыль увеличилась на 20% до 5,5 млрд. Долгосрочные обязательства башкирской содовой компании остались на уровне конца прошлого года – 13 млрд рублей. А вот краткосрочные сократились с 4 млрд до 400 млрд. Также в документе отмечается увеличение производительности труда. Оно объясняется ростом выручки имитента. Показатель составил 1,7 млн рублей на одного работника. Венгерская компания увеличит инвестиции в агропромышленный комплекс Башкортостана. Торговый дом просвещения из Москвы поставит в школы региона учебных роботов. Неделя оказалась богатой на новости об инвестициях, закупках и поддержке бизнеса. Вот о самых интересных из них мы расскажем в нашем информационном дайджесте. Итак, венгерская корпорация Мадьяр Агро увеличит инвестиции в проекты республики до 20 млрд рублей. Компания намерена запустить 5 животноводческих комплексов на 3000 голов. И переработку от питьевого молока до твердых сыров. Сейчас усилия компания направила на создание комплекса в Благовещенском районе. Позднее начнется реализация проекта в Архангельском. По словам руководства республики, интересно для венгерской корпорации всесторонней поддержкой региональных властей и привлекательными условиями по налогам. Накануне инвестор ознакомился с площадками в особоэкономической зоне Алга и в индустриальном парке Уфимский, где могут быть реализованы новые проекты Мадьяр Агро. Миноборнауки региона заключил с торговым домом просвещения контракт на поставку учебных роботов. Оборудование укомплектует образовательные центры «Точка роста» в школах республики. Поставчика определили по итогам электронного аукциона. Министерство готово выделить из республиканского бюджета 105 миллионов рублей на приобретение 207 образовательных конструкторов по программированию и наборов по механике, ну а также 147 учебных роботов-манипуляторов. Оборудование закупается для изучения школьниками основ робототехники, самостоятельного конструирования и программирования. В Башкортостане реализуют 22 концессионных соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на почти 2 миллиарда рублей. Объекты и сети переданы консессионерам до 43-го года, а по данным Министерства ЖКХ, сейчас на стадии разработки находятся еще 13 проектов консессионных соглашений на 670 миллионов рублей. Всего консессионеры и арендаторы реализуют в республике 58 инвестпрограмм. По данным ведомства, среди сдерживающих факторов для инвесторов это необходимость платить НДС, высокие проценты по банковским кредитам и большой износ инженерных сетей, который в республике составляет до 80%. В правительстве региона предложили внедрить раздельные тарифы для населения и коммерческих организаций. Тогда консессионеры смогут получать выручку больше, чем это заложено тарифом для физических лиц. И сразу два придорожных комплекса построят вдоль трассы М5 в Уфе. Уфимском районе общий объем инвестиций в проекты превысит 200 миллионов рублей. В Калининском районе компания Башпроторг планирует возвести комплекс, включающий в себя кафе, магазин, автосервис, фермерский рынок, а также стоянку. При реализации проекта будет создано 42 рабочих места. Второй же комплекс появится вблизи деревни Уптино. В комплекс войдет гостиница, автостоянка и логистический центр. Инвестор Стератомакское ООО «СтройАрт» вложит в объект 80 миллионов рублей, создав 25 рабочих мест. Оба проекта могут претендовать на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов и возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры. Еще одна страна заинтересована в сотрудничестве с республикой. Власти Башкортостана и Австрии будут наращивать товарооборот, сокращенный в период пандемии. Об этом чрезвычайный полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер рассказал в программе «Дело» на телеканале РБК УФА. По словам дипломата, помимо эпидемии COVID-19, на двусторонние отношения продолжают влиять санкции. Так сильно упал австрийский экспорт в республику. Импорт же остался примерно на том же уровне. Но вот среди наиболее перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Башкортостаном и Австрией, Айгнер назвал сельское хозяйство и туризм. Но вот в частности, республика может перенять опыт австрийских производителей экологически чистых продуктов питания. Один из самых интересных проектов «Смартферма» отметил посол. И тут, я думаю, перспективы очень благополучные. Даже если на данном моменте пока ничего совершенно конкретного еще не осуществилось. Но контакты идут регулярно. Посольство работает и отношение по сексуализации. Я знаю, что она в регулярном контакте с вашими представителями. Так, я думаю, тут еще много впереди. Вот австрийские компании реализуют в Башкортостане несколько крупных инвестпроектов. К ним относится завод по переработке древесины в Уфе «Кроношпан», производство керамической плитки на предприятии «Ласселсбергер», а также новый инвестпроект «Ласселсбергер» в Обделиловском районе. Это завод белого цемента, который должен полностью покрыть потребность российских строителей в этом материале. В 2020 году внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Австрии упал в два раза с 15 миллионов до 7 миллионов долларов США. Кредиты на общую сумму в 111 миллиардов рублей жители Башкортостана взяли в первом квартале 2021 года. А при этом годом ранее эта сумма была на 21% меньше и составляла 92 миллиарда. Такие данные предоставили в пресс-службе Национального банка по республике. Эксперты связывают рост закредитованности населения с падением процентных ставок, что позволяет брать больше средств в долг. Но второй и главный фактор – это снижение реальных доходов населения. По официальным данным, за прошлый год они упали на 2%. Однако, по мнению экспертов, реальное снижение доходов немного выше. Люди привыкли к определенному уровню жизни. Люди привыкли ходить в кафе, люди привыкли к бизнес-ланчу, люди привыкли менять машины и покупать хорошие телефоны. И после того, как этот уровень жизни уже может быть рационально для них недопустим, вот это осознание в среднем приходит, у людей проходит примерно 2 года, прежде чем они смиряются с тем, что им надо урезать свое потребление ниже тех границ, к которым они привыкли. Ну и кроме того, по мнению экспертов, на рост кредитования влияет и агрессивная реклама банков. На рынке недостаточно надежных заемщиков в корпоративном секторе. Поэтому банки развивают потребительское кредитование. В целом, по России, по данным аналитического агентства FrankRG, произошел кредитный бум. За апрель российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1 триллион 600 миллиардов рублей. Отмечу, в Центробанке нынешний уровень долговой нагрузки на физлиц называют исторически высоким. Минфин Башкортостана выберет агента для размещения облигаций ценные бумаги. Номинальной стоимостью в 10 миллиардов рублей планируется выпустить в 2021 году. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Республика готова заплатить исполнителю контракта до 10 миллионов рублей. Заявки на участие в отборе начали принимать с 20 мая. Конверты участников закупки будут вскрываться 2 июня. Контракт вступит же в силу с момента подписания. Республика будет действовать до 31 декабря 2026 года. Определяя исполнителя, Минфин, кроме размера вознаграждения, будет учитывать еще и опыт размещения облигаций на российском рынке, профессиональный рейтинг и деловую репутацию. Ну и отмечу, накануне агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Башкортостана на уровне AA+, изменив прогноз по рейтингу с негативного на стабильный. Ну и перейдем к экологическим темам. На рекультивацию территории бывшего Уфахимпрома уйдет как минимум 4,5 года. Выполнение всех необходимых работ будет стоить 25 миллиардов рублей. На неделе депутаты госсобрания побывали на территории завода и лично ознакомились с ситуацией. Вывод Уфахимпром, как и 30 лет назад, несет потенциальную угрозу жителям города. Риск попадания фенола и тяжелых металлов в водозабор остается крайне высоким. Вот буквально в конце апреля этого года законсервированное предприятие осматривала руководителя Росприроднадзора Светлана Родионова. Переговоры о рекультивации с федеральным оператором и вопрос финансирования все-таки 25 миллиардов республика в одиночку не потянет, чиновница возьмет на себя. Вот тему продолжит Булат Петров. Эти люди идут к родникам, потому что уже не верят в чистоту воды из кранов. Они идут сюда, потому что просто не верят городским властям и правительству. Документальные хроники 90-х. Именно тогда Уфа столкнулась с крупнейшей экологической аварией за всю историю Башкортостана. Тысячи тонн ядовитых отходов с территории завода Уфахимпром попали в реку Шугуровку. Через нее в Уфимку. Фенол оказался в участке Южного водозабора, питьевую воду из которого получала большая часть города. Какой ущерб был нанесен здоровью жителей Уфы, сказать сложно. Но многие эксперты считают, что экологическая авария значительно повлияла на развитие онкологических заболеваний. На территории бывшего Уфахимпрома даже есть такие специальные баннеры. Вот здесь указана концентрация загрязняющих веществ в почве. Диоксины превышают в 44 раза. Хлорбензолы в 40 тысяч раз. Показатели невероятные. Загрязненной считается вся территория бывшего завода, а это 143 гектара. По данным экологов, здесь до сих пор хранится 500 тысяч тонн диоксин, содержащих отходов. В 2008 году были обнародованы данные по концентрации загрязняющих веществ в почве. Многие позиции превышают норму в сотни, а то и в десятки тысяч раз. В начале 90-х деятельность завода была остановлена. Депутаты госсобрания считают, что власти в те времена не осознавали всей серьезности экологической аварии на Уфахимпроме. Также была проведена не совсем корректная оценка уровня химической опасности, говорит Руфина Шагапова. Изначально тут было очень много ошибок даже с классом опасности допущено. То, что все понимают, во всем мире с 80-х годов диоксин – это первый класс опасности, это особо токсичный яд, который приводит к онкологии как минимум, к смерти людей. А здесь оно проходило по документам в основном как класс 4-5 класс опасности. И это тоже мешало, в свою очередь, для рекультивации скорейшей на федеральном уровне. Официально предприятие было ликвидировано в 2016 году. На его территории остались 8 шламонакопителей. Запах просто невыносимый. Он, конечно, в виде не передаст этот запах, но получается, что вот эта вода, она же ни в каком очистенном виде не попадает в наш водоконал. Так, вы ее уже перехватываете? Мы перехватываем ее и отправляем на очистные сооружения башни, в которые они уже там очищают. Все, то есть мы спокойны, что вот тут даже не вода, это просто ядохимикат, я бы сказала. Это загрязенная вода. С 2013 года очистные сооружения у Фахимпрома находятся на балансе муниципальной организации. В ее задачу входит сбор и перекачивание загрязненных вод на очистные сооружения нефтезавода. Иначе загрязненная фенолом, тяжелыми металлами и другими вредными веществами вода попадет в реку Шубуровку. На эти нужды из городского бюджета ежегодно выделяется 33 миллиона рублей. Именно очистные сооружения отдали нам в содержание обслуживания. И основная функция это сбор всей источной воды, чтобы она не попала в реку Шубуровку. И соответственно загрязнила белую и водозабор. Вот основная наша задача. На сдерживание экологической угрозы тратится десятки миллионов рублей. На устранение проблемы нужно 25 миллиардов. При этом срок тоже известен. На рекультивацию потребуется почти 5 лет. Понятно, что денег на это в республиканском бюджете нет. Решать проблему, которая тянется уже более 30 лет, будут на федеральном уровне. Первые договоренности уже есть. На сегодняшний день у нас есть уже договоренность с федеральным экологическим оператором. Это структура Росатома, которая по указу президента может выступать единственным исполнителем по ликвидации вот таких вот объектов. По предварительным данным придется снимать 7-метровый слой земли. И это на территории 143 гектара. Почву будут обрабатывать при высокой температуре. Как с ней распорядятся дальше, пока неизвестно. Также на территории Уфахимпрома много источников. Именно они являются проблемой. Воду постоянно нужно фильтровать, чтобы не допустить попадания фенола в реку. В конце апреля республику посетила руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Для нее тема Уфахимпрома стала одной из главных. Такие объекты стоять не должны. Они должны быть рекультивированы. И, конечно, здесь на государство лежит значительная часть нагрузки. Задача наша, чтобы такие объекты не платили, если государство за это не платило. Но то, что мы сейчас видим, придется убирать уже за государственный счет. По договоренности с руководителем Росприроднадзора, обследование почвы и воды здесь должно начаться уже в июне. Ну а в целом проектно-изыскательные работы на территории 143 гектаров обойдутся в 100 миллионов рублей. На них уйдет около полутора лет. Возможно, после этого появится реальная картина опасности, которую несет в себе территория бывшего Уфахимпрома. Влад Петров, Сергей Щекотуров, РБК УФА Производители накажут за подделку маркировки товаров. Об этом узнали известие, ссылаясь на подготовку правительством поправок в Уголовный кодекс. Такой законопроект может быть принят уже в июне. Чтобы избежать давления на бизнес, Кабмин предлагает установить переходный период длиной в 6 месяцев. Так предприниматели смогут адаптироваться к новым нормам. Как уточняется в пояснительной записке к документу, то применение поддельных средств идентификации – это один из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут представлять опасность для потребителя. При этом для недобросовестных участников оборота создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей. В качестве наказания правительство предлагает ввести штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период до 2 лет. Либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. На российском нефтегазохимическом форуме запустят два новых объекта – цех по производству порошка «Эколь» башкирской содовой компании и газопровод в микрорайоне «Затон» города Уфы. Об этом сообщил министр промышленности региона Александр Шельдяев в ходе пресс-конференции. Мощность вновь открывшегося производства «Эколь» составит 500 тонн в месяц. Здесь выпускают порошок «Зифа». Возрождение предприятия позволило создать в Стерлитамаке 150 новых рабочих мест. Также на открытии форума компания «Газпром» «Межрегионгаз» запустит газопровод высокого давления «Новоалександровка» за тонн протяженностью 25 километров. Новый объект позволит обеспечить безаварийную и бесперебойную поставку природного газа южной части Уфы. Самым важным будет обсуждение нефтегазохимических проектов, которые реализуются в республике. Посмотреть, насколько они сегодня идут в тренде в Российской Федерации. Насколько используемы все возможные меры поддержки, как республиканцев, так и федеральные. У нас с этого года, опять же, на пленарном заседании, кроме уважаемых спикеров, будут студенты. То есть, как раз показать такую преемственность поколений. Насколько мы видим, правильно ли мы видим, наверное, студенты тоже расскажут, покажут, что они думают. Ну и на выставке «Газнефтехнологии», которая откроется одновременно с форумом, примут участие более 260 компаний из 31 региона России. Также планируется проведение 34 деловых мероприятий. На них выступит более 300 экспертов федерального и регионального уровней. Ну и напомню, Российский нефтегазохимический форум в столице республики на ВДНХ-экспо пройдет с 25 по 28 мая. В России могут обязать владельцев чипировать своих домашних животных. Их также обяжут и стерилизовать, а также вакцинировать питомцев. Разработать соответствующий законопроект Кабинету министров поручил на неделю президент Владимир Путин. Правительство исполнит поручения в течение полугода до 1 декабря. Ну и кроме того, власти продумают алгоритм действия в случаях, если хозяин вынужден отдать питомца в приют или при изъятии животного в случаях жестокого обращения. Правительство также пропишет правила по содержанию и разведению домашних и диких животных, ну и в том числе для специализированных клубов и ассоциаций. По словам заместителя председателя Комитета госсобрания Руфины Шагаповой, региональный парламент два раза вносил данную законодателю инициативу в Государственную Думу. Закон об ответственном обращении с животными давно на слуху. Последние 10 лет, наверное, добивались зоозащитники и зеленые его принятия. Должно быть обязательное чекирование, идентификация домашних животных, что в последующем могло бы привести к ответственности, к закреплению ответственности за каждым человеком, который посмеет выбросить свое домашнее животное на улицу. Ведь именно они сегодня являются пополнителями той самой безнадзорной армии животных на наших улицах. Но всего на сегодняшний день в республике насчитывается 150 тысяч бродячих животных. В этом году на их отлов и стерилизацию из бюджета выделено 64 миллиона рублей. Также было запрошено и дополнительное финансирование в размере 16 миллионов. А теперь к темам льготного туризма. Более 320 тысяч детей Башкортостана в этом году потенциально смогут отдохнуть в лагерях республики по программе детского туристического кэшбэка. Эту программу в стране запустят уже 25 мая. Таким образом, власти выполняют наказ Владимира Путина, озвученный в рамках послания Федеральному собранию. Экономия существенная. Даже по сравнению с некогда популярными профсоюзными путевками, средняя стоимость отдыха в лагере Башкортостана стоит почти 19 тысяч рублей. 50% компенсирует Федерация при оплате картой МИР, еще 30% — бюджет республики. Таким образом, родителям нужно будет заплатить чуть больше 4 тысяч рублей. При этом сохраняется и отдельная региональная программа, на которую выделяется более 2 миллиардов рублей. Вот все подробности у моей коллеги Гузеля Айтбаевой. Одиссеи Галия Абжиковы — многодетные родители из Сибая. В этом году они впервые отправят своих сыновей в загородный лагерь. Но в федеральной программе супруги рады. По их мнению, существенная компенсация до 80% позволит сэкономить приличную сумму, отчего не пострадает их семейный бюджет. Совсем недавно мы узнали об этом кэшбэке за детский отдых. Очень обрадовались, потому что наконец-то можем отправить своих детей в лагерь. Учитывая, что у нас трое детей, сумма общая выходит, ну, очень такая существенная для семьи. А так уже попроще будет. Да, если такая значительная часть средств вернется, то дыры в семейном бюджете не возникнет. Готовятся к летней кампании вместе с родителями из загородной лагеря. В прошлом году из-за пандемии коронавируса они не смогли принять ребят. Так, в детском оздоровительном комплексе «Огонек» в Уфимском районе провели капитальный ремонт. Территория обработана от клещей и комаров. Раньше детский лагерь принадлежал Уральскому объединению трубопроводного транспорта нефтепродуктов. Десять лет назад его передали муниципалитету и начали активно развивать. Теперь здесь ежегодно отдыхают тысячи детей со всей республики. В прошлом году мы получили все разрешительные документы от Роспотребнадзора, от всех надзорных органов, от пожарников. Готовность была, в любой момент мы готовы были принять детей, ждали до последнего. Буквально за день, за два в нашей республике говорили, что нет, летняя оздоровительная кампания не состоится или переносится на месяц. Все в ожидании у нас и вожатые, и администрация лагеря ждала летнюю кампанию, но, к сожалению, не получилось. Пандемия отступает. И в этом году летний оздоровительный сезон стартует уже 1 июня. А вот массовые заезды начнутся с 13 числа. Утвержденная стоимость путевки в детский лагерь в нашем регионе в этом году составляет 18 950 рублей 40 копеек. По программе «Кэшбэк» федеральный бюджет компенсирует 50% стоимости путевки за 21 день пребывания в лагере. Это 9 475 рублей. Еще 30% 5 685 рублей субсидирует региональный бюджет. В итоге родителям нужно будет заплатить всего 3 790 рублей. С этого года действует федеральная программа по возврату компенсации за приобретенную путевку. Если данная путевка будет приобретена через сайт Мирпутешествия РФ и при помощи карты Мир. Мы понимаем, что при использовании платежной системы карты Мир, при покупке на этом сайте, родители автоматически получат 50% возврат от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В Башкортостане также с 2010 года действует своя программа по поддержке детского отдыха. По ней родители могут вернуть до 70% от стоимости путевки. 13 265 рублей, но не более заплатит региональный бюджет. Таким образом, родителям детский отдых обойдется в 5 685 рублей. По мнению экспертов, федеральные и региональные программы станут хорошим подспорьем и для лагерей региона, ведь количество отдыхающих увеличится, а вместе с тем и прибыль. Это очень хорошая помощь и для лагерей. Во-первых, увеличится количество отдыхающих детей, соответственно, и доход этих лагерей увеличится. Во-вторых, сами лагеря многие не смогли зарегистрироваться в национальной платежной системе, и это право есть у туроператоров и у агрегаторов. Наконец-то мы возвращаемся к цивилизованному рынку, и путевки реализуем и детям через туроператоров. В этом году отдохнуть в лагерях потенциально смогут 320 тысяч детей. За город поедут не менее 60 тысяч. Всего на эти цели из регионального бюджета выделено более 2 миллиардов рублей. В итоге и детям весело, и родителям спокойно. Ребенок вместо опасной улицы будет находиться под присмотром квалифицированных вожатых, а в профильных сменах еще и получать новые знания. А вот мамы и папы, как это часто бывает, утрут слезу, провожая своих чатов в лагерь. Но вовремя будут засыпать, понимая, что их ребенок в безопасности. Гузель Айтбаева, Рамиль Хайрулин, РБК ОФА. Ну и продолжая тему туризма, правительство направит более 2 миллиардов рублей на поддержку туротрасли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 1 миллиард 200 миллионов выделят на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране. На эти средства туроператоры смогут компенсировать до половины затрат на рейсы. Но при условии, если компания выполнит их не менее 6 по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определяет рост туризма. Это позволит прежде всего туристам получить скидку 50% на перелет в рамках турпакета. Но для примера, языком цифр можно вспомнить предложение по Байкалу, где турпакет зимой стартовал от 22 тысяч рублей из Москвы и от 18 тысяч рублей из Екатеринбурга. А сейчас летом аналогичные турпакеты есть по цене 30-35 тысяч рублей. Но это фактически равно стоимости перелета регулярной авиакомпании. Еще один миллиард предусмотрен для выплат компенсаций туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Всего было эвакуировано 50 тысяч человек. Авиасообщение с этими странами было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ну и напомню, в прошлом году правительство страны выделило 3,5 миллиарда рублей на оказание мер поддержки туристической отрасли. На этом наш выпуск завершен. Таким мы увидели основные деловые события недели. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.ru. Смотрите наши телеканалы, помните, новостей много, но главное на РБК. Всего доброго.